По закону я должна это все соблюдать, я должна это терпеть, это мне дано от Аллаха, да, я должна это все пройти и вернуться к ним. Зато я уже больше никогда не буду так себя вести, я буду ценить, я буду ценить то, что у меня есть, кто у меня есть рядом. Осужденная Зенина. Статья 256. Татьяна. Так назвали при рождении эту молодую женщину-родителю. Сура. Это имя она взяла себе, приняв ислам. Росла Татьяна послушным и спокойным ребенком. Хорошо училась, с отличием закончила казахско-турецкий лицей в Алматы. 2013 год. Я приняла ислам. В университет я не поступила, так как финансовое положение было тяжелое дома. Я не смогла, я хотела, работу я искала, но тяжело ездить с моего поселка. Я живу 50 километров от Алматы. Потом была неудавшаяся попытка получить образование в Европе. Визу в Норвегию Татьяна получить не смогла, а все связи с бойфрендом-иностранцем после несостоявшегося визита тоже разорвались. Новые отношения она завязала на мусульманском сайте знакомств. Потенциальный муж называл ее сестрой и рассказывал о том, какая жизнь ждет ее в мусульманской стране, где все поймут и ее веру, и ее настроение. У меня тоже такой перелом был в жизни, то, что работы нет, то, что образование не получила. Я маме сказала, что я иду в Турцию посмотреть работу, там, типа, я замуж выхожу, но я скоро приеду. То есть мама, они хоть нехалатно ко мне относились, они просто доверялись всегда. Потом все было по отлаженной схеме. Рейс Алматы-Стамбул, граница Турции с Сирией пересекается пешком. Там встречает так называемый муж. Тот, что назвался мужем Татьяны, оказался тяжело раненым. Именно в таком состоянии она его застала по приезду в Сирию. Далее были 4 года жизни в постоянном отборке. Бомбежки, страх, близость смерти и параллельно с этим увещевание мужа о том, что роль женщины рожать, воспитывать детей и ублажать супруга. Он был и являлся, и так и погиб он террористом. Он говорил, если ты погибнешь от бомбы здесь, ты, получается, как бы шахидкой станешь. У них нет глубоких знаний. Они берут знания, то есть слушают тех шейхов, которые заблудились и которые заблуждают других людей, которые дают неправильные фетвы. И тем самым происходят раздоры между людей. За эти 4 года Татьяна родила троих детей. Первая была девочка, она умерла сразу после рода. Двоих сыновей, 2 и 3 лет, с которыми она смогла вернуться на родину, после полугода пребывания в детском доме и теста ДНК забрали к себе ее родители. Вот фотография папы с мамой. Они меня не отталкивали, они все и родственники пришли ко мне на суды, они до сих пор меня поддерживают. Папа меня не отталкивает, говорит, что доченька, главное, чтобы ты больше не повторяла таких ошибок. Возвращение домой для Татьяны возможно только после отбытия серьезного срока. Она согласна с этим. Феномен желающих уехать за границу, то есть в серию женщин, связан с тем, что здесь они находятся под влиянием своих мужей, во-первых, а также из-за идеологической обработки. Создаются ролики, видеоролики, а также аудиоролики, где идет прямой призыв к джихаду как мужчин, так и женщин. И женщины во многом подвергаются вот этой лжепропаганде. В колонии с Татьяной работают теологи и психологи. Она старается себя постоянно чем-нибудь занять. Работает в швейном цехе. Единственное, да, вот то, что я переживала, что родители далеко и дети, я маму 6 лет не обнимала, то есть на судах мне не дали ее обнять таки. Я скорее жду перевода, я скорее жду, чтобы с ними встретиться, извиниться еще раз. В скором времени Татьяне предстоит перевод из колонии в Восточном Казахстане в Алматинскую область. Оставшийся срок она будет отбывать ближе к родному дому. А искренность ее раскаяния подтвердит время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok